Субтитры сделал DimaTorzok Между вами моя шкатулочка И она абсолютно пустая Мы сегодня с вами будем складывать в неё мои украшения Которые я ношу очень-очень редко И первое, что я сюда положу Это будет вот такой набор браслетиков Тут, по-моему, какая-то даже одна сережка существовала Второй почему-то нет Такие колечки Браслеты перестала носить По причине того, что Когда берёшь ребёнка Часто на руки Либо на улице Либо дома Браслеты всё время цепляются За те, что за ребёнка Это очень неудобно Надеюсь Посторонние звуки Вас не очень сильно раздражают Вот у нас за окном Поет собака Стройку охраняет Огромный пёс И он очень скучает по вечерам И так плачет И его так жалко Что хочется его забрать к себе Ну он просто огромный Ну он просто огромный В общем Вот такие вот Так, следующее Это вот такой вот браслет Он сделан под пиресом Для моего платья Он в греческом стиле Такой красивый Такие интересные Детали здесь Прям как собака По скеревелью У меня там за окном Надеюсь Вас это не пугает Так Такие вот тут детали красивые И в пару К этому браслету Ох И в пару К этому браслету Я покупала Вот такое вот Ожерелье Но к сожалению на сайте Мне казалось Что оно серебряное Пришло такого Оттенка Латуни и сам цвет Вот этих серебря На самом деле Отличается от Самого браслета И поэтому Они смотрятся Немножко разными Мягко скажем Но когда они на расстоянии Смотрятся вполне себе хорошо Поэтому если у вас есть такая проблема Что какие-то украшения У вас немножко не Подходят по сочетанию Оттенков Или там Металл не подходит Или камушки разные Просто разведите На как можно большее расстояние Друг от друга Например браслеты Колье Зельки И кольцо Тогда это будет менее заметно Так Следующее Что я над вижу Это вот такой напульсник Сделанный из бисера И это напоминание моё О поездке на йог В 2007 году С моими подружками Из института И это была, конечно Классная поездка Было очень весело Здорово Мне тогда А казалось Что весь мир у моих ног Ну Всем как бы в 20 лет Мне кажется И это напоминание Такое о моей Бешапажной юности О радости О леди О радости Я, конечно И Я, конечно Не ношу его уже теперь Потому что Он Не постал тузу немножечко И На работе такой не оденешь И Плюс Плюс Проблема Потому что Он очень старенький Я боюсь Что он просто Напросто Расцепится Вот Поэтому Я его так Просто храню На память Поэтому Еще один Такой Браслетик На память Это Расклет Подаренный Моей кожей На Пасху Он Сделанный Из гематита И я его носила по-разному Носила и Вот Так Черным Цветом И Носила Вот так Вот С картинками Сверху То есть Довольно Интересный Конечно Но Сейчас Тоже Уже Не ношу Потому что Боюсь Вот Поскольку Браслетик Очень Довольно Ну просто Вот Как Напоминание О том Не Оно у меня лежит Так А Еще Один Браслетик Этот Браслетик Типа Шампулы Он На самом деле Сделан Из Амекиста И Такой Стеклянной Бусины Виолетового цвета Такой Красивый Очень Смотрится На руки Так И Вам же Повторюсь Я конечно На данный момент Никакие Украшения Не ношу На руки Потому что За все Цепляется Вот Такие Маленькие Бусинки Хорошенькие Такие же Как и в самом браслете Такой Хороший Браслет Такой А Следующий Браслетик Это Браслет Браслет Я его не показала В первой части Видео Потому что Я его Исключительно Вот С этими Бусиками Они очень Здорово Сочетаются Причем Самое интересное Что были они куплены Абсолютно В разное время В разных местах Ну Вот эти Вставочки Зелененького Цвета Они Зелененького Так Здорово Сочетались Что Так Браслетик Прям Здорово Здорово Сочетается С этими Жерель Такое Очень Свежее Решение Мне Это Смотрится Очень Женственно Так Так Вообще Это вот этот Браслетик Который я просто Обожала Но К сожалению Один из Элементов Вот их Там Капушка Из Янтаря Один из Элементов Вот этого Малыш Взял И Раскалывался Пополам И плюс Из-за того Что он Раскалывался Он порезал Резинку Я переделала Резинку Взяла Резинку Фирмы Камма Ну Если честно Она Она Такого Обратительного Качества Она практически Не тянется Кажется Что она Вот такая Какая-то деревянная Видите Да Тюркаш Она практически Не растягивается И поэтому Я темно Подшибусь И поэтому Я боюсь Его Носить Я боюсь Что он Лопнет Вот Я просто боюсь Что он лопнет Поэтому Я его Просто Положила Хотя Он мне очень Очень нравится Посмотрите Вот таким красивым Огнём Янтарь Он вообще Такой Конечно Удивительный Точнее Это засухшая смола Еще Одни Янтарные Бусики Сюда же Были куплены На православной Ярмарке Такие Вот Тут Только Смесь Такого Янтаря И Темного Янтаря Из Калитинграда Женщина продавала И очень сильно Удивлялась Что Янтарные Уморожения Никому не интересны Что Никто их не берет Ну На самом деле Если честно Янтарь Довольно-таки Возрастной Камень То есть Его молоденьким Молоденьким Девочкам А Разве что Вот в виде таких Какого-то Величика Носить Я ношу Это украшение Осенью И Мой халат Имеет вот такой Синий цвет Как вот Ушной Очень круто И с этим Синим цветом Это украшение Хорошо Очень сочетается Поэтому Я как-то Нашу это украшение Но опять-таки Сам Камень Янтарь Он Все-таки Я считаю Что он для того Постарше Такой Какой-то Обязывающий Дедевичий Капешек Так На той же Ярмарке Мы купили Вот это украшение Которое На самом деле Украшение Трансформер Я у него уже показывала И Первое Как его можно Ну вот Элементы Рубовые Это Вот такая Одноядерная Одноядерная Однорядная Цепочка Босики Красиво Свеженько Смотрится Как маленькие Сосульки Это украшение Очень хорошо Смотрится В каких-то Театральных Условиях Полуприглушенного Света Либо Где-то На какой-то Вечеринке На новом году На корпоративе Вообще здорово Потом Частичка Такая вот Сам Трансформер Его можно Самого Конечно На себя Замкнуть Но На самом деле Так Полярность Соблюсти Нужно Вот такой вот Браслет Тоже очень здорово Смотрится Красивый Опять-таки Летом Его классно носили С черным топом Или там Еще с каким-то Элементом Темного цвета Рючками Черными Тоже Классно Выглядит Ну и последний Это вот такой вот Трехоядерный Господи Да что ж У меня такой Трехядерный Трехрядный Трехядерный Трехид 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 Один Трехид 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 Так вот Смотрится Тоже Очень красиво Двое украшение Конечно Можно Сочетать Вот эти вот Звени Между собой Большое количество Сочетаний До девяти штучек Мне что-то такое говорили При продаже Сколько я помню Я Как правило Ношу Либо браслета Ну там Три-четыре сочетания Не больше Еще И мне очень нравится Носить его Таким большим Какое Оно есть Оно очень вытягивает Силуэт И очень-очень нарядно Смотрится Просто супер Это Мое Одно из моих Любимых украшений На Какую-нибудь Вечеринку Нравится мне Одевать Один 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 До Ты Так, что я здесь еще вижу? Вижу папушкин клубончик, тоже очень красивый такой, но я его как-то не ношу, но немножко такое очень ретро, хотя даже очень все хорошо сохранилось, крепкие кристаллики, просто уже как память, потому что замочек тут оставляет желать лучшего, такой какой-то кривенький, просто уже лежит и звенья все, какие-то такие не очень надежные, боюсь потерять, поэтому просто теперь уже просто лежит. Так, еще одна штучка, это самое первое украшение, которое мне выдавила мама, мне лет 8, наверное, было, или 9 даже, в общем, это какой-то камень, который подходит мне по знаку зодиака, и я весы, она вообще в это вовсе не верит, ей просто понравился сам цвет, в общем, я даже какое-то время долго эту штучку носила, но, конечно, сейчас уже лежит как память, и, кстати, вот этим камушком можно делать массаж вверх, если положить его в холодную какую-то среду, типа холодильника, и потом прикладывать потихонечку к векам, то можно здорово снять отек, то есть, вот такие вот массажи камешками, на самом деле, очень даже помогают с утра прийти в себя. Следующее, что покажу, это вот такие сережечки, их подарил мне муж, очень красивые, красного цвета, на серебряной основе, такие прикольные, и вот если у вас есть такие длинные украшения, то уже колье в данном случае не нужно, оно будет немножко лишним и будет перекружать зону портретную, зону лица и шеи, в общем, такие. очень красивые, тоже надеваю их летом, либо на какую-то вечеринку, куда иду, на вечер. Так, что я здесь еще вижу, вижу самые простенькие, браслет пластиковый и такие же пластиковые сережки, то есть, такой немножко пластиковый, честно, я уже это угрожение так между собой не сильно ношу, оно немножко детское, поэтому, ну, я не знаю, когда я думала, что надо, наверное, какой-нибудь девочке уже отдать, маленький. маленький. так что вот. так. так, вот, я пока сюда положу, потом подумаю, куда я это дело пристрою. так, Так, по поводу еще украшений, подаренных мамой. Вот эта подвеска была самая интересная. Тем, что мы покупали ее вместе с мамой и единодушно решили, что ее нужно брать. Очень красивая. У меня в глазах есть вот такие вот оттенки, около самого сорочка. Такого, не знаю, терракотового оттенка, что ли, вот такого вот. Сам подсвечивает. И это ужасно классно. Ужасно классно. Это очень здорово смотрится. Вот видно, как зеленый здорово сочетается. Вот у меня сами глаза еще темнее, темно-полотного цвета. И вот такие вот вкрапления. Почему-то я не знаю. Вот у меня эти вкрапления появляются только здесь, когда я живу. А когда я уезжаю в Москву, цвет глаз снова становится зеленым. И никаких таких вкраплений нет. Интересно, почему? Ведь вроде бы говорят, что с течением времени цвет глаз не меняется. Но я все время удивляюсь, что со мной это не работает. Так, еще один красавчик. Да, такой краслет из искусственной, по-моему, тут хрисолиты. И он серебряный. Уж покупал его в церковной лавке. А подарил на какой-то тоже тату. То ли Рождество, то ли Пасха. Что-то вот такое вот было. Очень красиво. Мне он очень нравится. Ну вот, говорю вам, во-первых, он острый. А во-вторых, к сожалению, он цепляется за одежду из малыша. Сейчас, конечно, такое не поносишь. Значит, что у нас тут такая подвесочка-гитара с сайта Алиэкспресс. Очень вам ее рекомендую. Здесь такая вставочка. Пластиковая, черная. Вообще, обожаю, конечно, звук гитары электрической. Гэри Гор. Джимми Эндрикс. Это просто, ну, боги для меня. И грызоруха, она, конечно, рядом не валялся. Я тоже молодец. Вот. Обожаю соло-гитарные. И часто я эту подвеску надевала на различные рок-концерты. Тут я вам что-то вижу. Тут еще какая-то гитарка маленькая. Такая милая. Не знаю, откуда. Вот здесь. Такая вот. Надо ее на какой-то брилочек просто перебить. Вот. Какая-то игрушечка. Интересно, откуда у нас здесь. Ребенок, наверное, тринется. Дети постоянно чем-то меняются. Дарят друг другу у нас. Да. Ротация такая. Игрушек по дому и в Одесскому саду. А вот этот вот черный шнурочек. Он, на самом деле, от самой гитары. Этой черной предыдущей. Я сюда поспела. А вот такую подвеску, которую мне дали в ломбарде, когда я кучу сдала своего серебра. И в подарок вот мне самое серебро и серебро дали вот эту вот какую-то такую подвеску. Ну что, иногда ношу. В принципе, она мне нравится. Но это, знаете, на случай, когда не знаешь, что надеть. И просто надеваешь и все. Еще одна такая же подвесочка, которая была мне подарена при покупке сумки. А с сайта Яровского мастеров. Она тоже серебряная. Так. Подарила мне ее Мариночка. Фокс. И дальше. 925-я пробовала написано. И это тоже такое же украшение, когда и берем веры, и добрые люди. Сейчас очень модно на леске вот такие вот капельки на шею, чтобы слегка поплескивала. И вот я так часто, кстати, довольно хожу, когда не хочу к тебе привлекать много внимания, например, в детской поликлинике или там еще в каких-то учреждениях, когда не очень хочется, чтобы на меня прям так смотрели. Так. Это у меня брошка бабушкина. Это какое-то такое интересное основание. Такое немножко стекло. Да, стеклянное. И сверху просто металл. Просто лежит здесь. Я эту брошку не нашла. И еще одни сережки, которые я обычно надеваю куда-то в дискотеку или в клуб ночной. Да, куда-то вот там, когда иду. Такие красивые сережки. Вообще у меня муж не особо любитель, бедненький мой. Ходить по таким местам. Но я обожаю танцевать. Но, правда, мне не нравится вот эта атмосфера клубная, когда все напиваются. Мы на самом деле вот, если я иду с подружками, то мы на самом деле уходим очень рано. Часов десять в одиннадцать из-за такого заведения. Просто приходим, покупаем пиццу, например, пьем сок, потому что все кормящие. И просто уходим потом часов десять в одиннадцать, когда уже успели хотя бы часик потанцевать. и просто уже к одиннадцати часам все настолько неприятно пьяные, и все настолько прям противные и лезут. Ну, понятно, самое дело для чего. Вот. Но иногда, конечно, хочется что-то такое красивое надеть, поэтому я иногда выкуливаю эти сережки. Ну, конечно, сейчас не часто, потому что все-таки когда в твой день выбраться куда-то получается крайне редко, но метко. так, вот это такая цепочечка в виде, она двойная, такая, она в виде такой интересной смейки, которая переливается и черным, и золотым, и она мне напоминает котюку. Вот это сравнение, да? В общем, такая кончечка, ну, очень красивая, она здорово смотрится на одежде. Вот. Единственное, только тут вообще непонятно, непонятно почему. Фурнитура, застежки серебряного цвета, видимо, китайцы, что было, ту или налепили. Так, из того же магазина, где я покупала эту бишетерю, это магазин одежды была у нас в городе. Я купила вот такую вот подвесочку. Да, закос под хлоя. На самом деле, конечно, это не хлоя. Потому что качество, наверное, не самое хорошее уже, ни за что оно так поистребалось, моя ближайшая шахчужинка. Оно вот такое длинное. И вот этот кулон, я носила его на работу, когда у нас все ходили в халатах, а я уже как освобожденный, да, оликотрудник, когда ждала малыша второго. Я хотела вот с этой подвесочкой, оно у меня болталось так на животике. Мое беременно. Все говорили, что это погремушка. На самом деле, да, может быть, конечно, не похоже на погремушку, но это очень такая милая штука. Тут таких три колечка. У меня вот оно вот такое вот геопетричное, очень такое стильное. Мне оно очень нравится. Несмотря на то, что некоторые наши шубники называли это погремушкой, еще одно украшение покажу. Тут такие вот свинья, да, оно такое очень красивое. Ну, мне очень нравится. Мне очень-очень нравится. Ну, тут, к сожалению, выпали парочку камешков, они как круги не дадут заклеить. Это вот в пару к этим обалденным сережкам, которые я просто обожаю. Сережки я ношу, а вот это пока выпало из строя, потому что это просто нужно заклеить. Ну, как всегда, начнешь что-то делать, что-нибудь убираешь в дальний ящик, и думаешь, боже мой. Здесь бы руки дожгли, да. Такие тоже. Сережечки. Снимаем очень. Да. Значит, что я еще вам хотела показать. В самом деле, я это видео снимаю уже не знаю, который раз. У нас действительно то собаки воют, то там, я не знаю, в общем, соседи ругаются, а тишины практически не бывает. И сейчас лето, приехали студенты и пьяные голоса на улице. Ой. В общем, время не для СМР. Ну, что делать? Запрос есть запрос. Вот такой вот красавчик из магазина Дива. Вот там подписанный. Ему тысячу лет в обед. Ну, он потрясающий. И я просто его решила немножечко в стороночку отложить, отдохнуть от него во время декретного выпуска. Чтобы опять на работу носить с большим удовольствием. Но, в самом деле, я его обожаю. Мне кажется, это очень красивое украшение. Он такой, знаете, вот эти лепесточки напоминают настоящие от цветков. Джелки вот эти все. Просто прелесть. Обожаю его. Покупала, знаете, в Москве втихали от мужа. У нас тогда было небольшое финансовое затруднение. И вообще не оставалось денег. Точнее, они оставались, но их было впритык. И вдруг я вижу вот этот вот кулон. И он стоил чуть 200 или 300 рублей. Но эти 300 рублей играли значение тогда. И я все равно его купила. Несмотря ни на что. И до сих пор об этом не жалею. Так что, девочки, любите себя. Потому что вот такая память, она остается надолго. Естественно, но не в ущерб семье. Но если есть такая возможность. Если вы видите перед собой такое украшение, которое не можете забыть. то лучше не съесть две котлетки, три котлетки, да. Зато купить себе красивую вещь, которая у меня уже лет восемь. Так, вот я показывала вам вот эти сережки, которые тоже обожаю и постоянно их ношу. И к ним такая вот шикарная подвеска. Вот она. И как же это все горит и приливается. Ой, как я их люблю. Но подвеску ношу намного реже. По причине того, что мой ребенок проявляет большой-большой интерес к этой штуке. И она довольно-таки объемная. И мне ее просто жалко, если он ее будет так вот прям текать. Она на такой вот упругой леса. Честно говоря, не вижу маркер. Но я покупала, по-моему, тоже в Диви. Это украшение. Вот еще раз посмотрите на эту красоту. Потрясающе. Я не знаю, я так довольна новой камерой. Напишите, пожалуйста, внизу, нравится ли вам картинка. Я просто так оплативаю от качества. Картинки теперь. Пока так полежит. Так. Значит, следующее. Это кусочек бирюзы, который подарила мне моя подружка Анюта. Мы с ней дружба уже 20 лет. Да, просто потрясающая история дружбы женской. Длящаяся столько времени, действительно. Да, поддерживающий меня всегда человечек. Я ей очень благодарна за то, что она у меня есть. И несмотря на то, что мы живем в разных городах, у нас двое детей. Божья там, не знаю, она все равно уделяет мне внимание. Я так рада, что есть такие люди в жизни, которые, несмотря ни на что, несмотря на расстояние, на разные жизненные обстоятельства, заходят время от друзей. И вот она приехала ко мне буквально в июне. А в гости тоже привезла однако подарок. Ей нравятся такие такие штучки дарить. В общем, да. Амазонит. Ярко-зеленая, великого, голубовато-зеленая. Разновидность микро-глина. Закономерно разволоженными вставками белого альбита. Назван по находке в бассейной реке Амазонки, где индейцы носили этот минерал как талисман, охраняющий от головы боли. Это камень неувидающей молодости, который учит человека извлекать дополнительную энергию из недр своей души. Талисман Рудоколика. Извините, что я так медленно читаю. Я читаю вверх головой. Все, кто учился в институте, наверное, умеют это делать так же, как и я. Так, ну и перейдем к последним украшениям, которые у меня есть. И это украшение от Айвон, подаренное мне, моей очень хорошей коллегой. Даже подруга, я бы уже сказала, мы раньше работали вместе, теперь живем в разных городах. И, конечно, несмотря на большую разницу в возрасте, женщине сейчас уже под 50. Все равно я считаю ее своим другом. И она дарила мне вот это украшение в память. Да, кстати, украшение от Айвон, да, я говорила уже. И здесь такие желтые, зеленые, такие малиновые, фиолетовые, какие-то глуповатые, красоватые оттенки. Очень красиво смотрятся. Мне кажется, на темном фоне оно смотрится богато. Так. Следующее украшение тоже от Ага марки, а господи, от сетевой марки. Уже другой от Выберлиг. И сейчас я вам покажу, тихонечку вот еще. Затем инструкция по применению отвалилась, чтобы там от марки выберли, как я вам уже говорила. Вот такие вот сережечки с таким ярко-голубым и темным синим оттенком. Богатым, очень красивым. Но какое же было мое великое разочарование в качестве бишутерии от Абберлиг Божьего. Вот такая ерунда. Я не знаю, будет видно или нет, но вот здесь в камне есть такое прямо вот как углубление. То есть эффект. Наверное, здесь такое же ночь. И сами камни, вот эти вот, они приклеены очень так неравномерно на разных уровнях. Как бы вот это вот показать, чтобы это видно было. Короче, фигня, сам металл тоже такой весь. Я даже не знаю, как показывает. В общем, качество у меня очень недовольна. Честно, на фотографиях это угрожение смотрелось очень стильно и эффектно. А в жизни кажется, что это сережки стоимостью в 50 рублей в фиксбазе. В общем, я осталась очень расстроена и, честно говоря, даже не знаю, куда теперь это девать. Вот. Вот. Ну что, самое что интересное. Эти сережки стоили в районе, без скидки, в районе тысячи чем-то там рублей. За скидкой они стоили 279 рублей. Но, ребята, эти сережки не стоят даже и 300 рублей, которые они за них бросят. Это я. Честно, я что-то даже побаиваюсь брать что-то еще от Faberlic. Я знаю, что многие хвалят пишет эрю от Айвана. А вот пишет эрю от Faberlic. Я теперь 10 раз подумаю, прежде чем брать. В общем, не знаю у кого какой опыт. Пожалуйста, напишите мне. Еще одно украшение, которое... Вот видите, да, сейчас в наших часах полдвенадцатого ночи. Я держу вместе. Полдвенадцатого. Сейчас на наших часах полдвенадцатого ночи. И почти один из 3 июля. Зна, когда выйдет это видео. Хочется все-таки уделить вам какое-то внимание. И, в общем, это часы серебряные от верми Venzia. Они уже такие затасканные. Они у меня с 2015 года. Я их просто обожаю. Я их просто обожаю. Не знаю, видно или не видно. F003W003. Вот оно тут написано. Модель вот этих часиков в фирме Venzia. Здесь механизм японский. Такие... Ну, я не знаю. Они очень стильно смотрятся в руке. Они не маленькие, не большие. Такие, какие нужны. Строгие, стильные. Немножечко унисекс. Но меня это устраивает. У меня никаких других часов нет. Я просто поменяла для них ремешок и все. И теперь хожу, радуюсь. В общем, балдею от них. Они очень классные. И подходит многому за что. Вот. Поэтому... Маркой я осталась в Venzia. Очень-очень довольна. Так. Значит, сам последний сет украшений. Вот он. Это такие этнические серьги. Это не мои сережки. Я купила их в подарок. Я их ни разу не надевала. Потому что это совершенно не мой стиль. И... Они для меня по форме не подходят. Они подходят для того, для кого они были куплены. Но решила вам показать тоже. Так. Такие красавчики. Такие сережки. Немножечко. Немножечко. Вы знаете, в стиле Марии, в Gentle Whispering, которая часто такие серьги носила в своих видео. Поэтому я нашу Машу очень люблю. Я имею ввиду Gentle Whispering. Мне очень нравится ее видео. Если честно, об АСМР вообще я узнала именно от нее. Увидела ее ролик и просто обалдела. Она была проводником меня в мир мозгового оргазма. А еще один, значит, такой же красавец. Ленький уже это колье к этим серьгам. И оно такое интересное. Оно из таких кусочков, как мы собраны. Такое немножко как будто кружевное получается. Интересно смотрится. Такая штука. В общем, я надеюсь, что девушка, которая получит его подарок от меня, останется довольной. И, честно говоря, я, на самом деле, подарки получать не люблю. Но я жутко стесняюсь. Я вообще готова залезть куда-то под стол. И я ужасно стеснялась, когда мне кто-то что-то дарит. И мне сразу хочется отблагодарить. И вот я обожаю дарить подарки. Я обожаю думать о том, как я, что я выберу. Во-первых, продумывать это все. Как это все будет смотреться вместе. В общем, такая вот уже штучка интересная. И мне, конечно, нравится звук. Звук потрясающий. Так. Ой. Мы практически час с вами вместе сидим. Посмотрите, что я вам показываю. Это вот такой бархатный мешочек. Да. Такая красота. Да. Законка для волос. Ох, Господи, этим можно обутать человека. Честно. Такие острые иглы, которые вбиваются в палец. И довольно-таки, знаете, существенно. Она очень тяжелая сама по себе. И тут такие сердечки, кристаллики. Такие капельки. Это мой муж дарил мне на 4-10 мевраля. А когда мы еще встречались. И тогда меня вообще на самом деле в этот буфетно-конфетный период. Он меня просто засыпал подарками разными. И самое что интересное, меня удивляло, что он мог подарить мне там какие-нибудь наушники. Шенхайзер хорошего качества. Вот так как-то вот он мне дарил цветы. Я на самом деле адресные цветы не очень люблю. Он как-то это, я не знаю, понял что ли. Он дарил всегда что-то такое вот, что всегда будет рядом со мной. Типа наушников. Там какая-то там крабик для волос. Там браслетик, еще что-то. Там мальчики вам на заметку, что дарит девочке, чтобы она постоянно о вас думала. В общем, вон видно, как меня покусывает. Это красавица, но очень красивое украшение. И я его сегодня надевала. Сегодня была солнечная погода. И столько народу на меня смотрела. Именно в волосы мои. Женщины в магазине тоже приглядывались. Видимо, понравилось. Ну, действительно, такая красота. На фоне темных волос, наверное. Действительно, красиво смотрится. Ну вот, дорогая Наташа. Надеюсь, я исполнила ваши пожелания выговорить немножко шепотом. Надеюсь, вам было уютно, приятно. И всем остальным тоже понравилось это видео с моими закроющими. Кошейскими, да. Надеюсь, вы успокоились. Надеюсь, если что-то в вашей жизни происходит не очень приятное, вы не унываете. Я надеюсь, вы знаете, что не бывает безвыходных ситуаций. Не бывает безвыходных ситуаций на работе. Не бывает безвыходных ситуаций в семейной жизни. Не бывает безвыходных ситуаций. Даже если кто-то из вашей жизни ушел. Ушел навсегда, даже в другой мир. Все равно этот человек рядом с вами. И просто этот момент нужно пережить. Чтобы пережить его, нужно знать только одно. Что есть огромное количество людей, которые в основном не ценные эти люди. Именно тем, что им не все равно, что происходит с вами в жизни каждого человека. И так и есть такие люди. Это родители. А у кого уже родителей нет в живых, это бывают мужья, близкие, друзья. Бывают даже коллеги, дети, внуки. В общем, мы на самом деле не одни. Я сижу здесь и нашла какой-то кусочек хвостика какого-то. Не знаю, какая-то штучка такая мягкая. А надеюсь, что вам не одиноко. Надеюсь, что вам есть с кем поговорить. А если такого человека нет, напишите мне, я вам буду обязательно отвечать. Я знаю, что люди, которые пишут мне по поводу здоровья, часто удивляются, что я отвечаю на каждое сообщение. На самом деле, когда я была больна, мне очень не хватало такого человека, с которым можно было бы обсудить осложившуюся ситуацию. Кому бы можно было рассказать и услышать слова поддержки. Что все будет хорошо, что я поправлюсь, что я буду здорова. Потому что в этом состоянии, я не знаю, когда ты понимаешь, что как будто бы все безнадежно болен и это не исправить. Ну вот точно так же, наверное, как женщина, которая слышит слово бесплодие. Хочется, мне кажется, застрелиться. Но понимаете, что самое интересное? Мне тоже запрещали иметь второго ребенка. Какие-то говорили, что в моем случае это невозможно родить здорового малыша. Но это неправда. Врачи оказались неправы. И все в порядке. Мой малыш здоров. Я надеюсь, сейчас все, кто ждут какого-то чуда, получат его. Главное в это верить. Потому что я уже точно знаю, что наше здоровье в наших руках. Что на самом деле болезней не существует. Существуют лишь состояния, которые по мере наших возможностей можно тихонечко исправить. Иногда это получается очень быстро. Иногда для этого требуется время. Но на самом деле любую какую-то болезнь, а любое душевное мучительное состояние, его можно поправить. Я надеюсь, вам стало когда более уютно, спокойно. Я надеюсь, что в вашей душе такой же кусочек мягенький расцвел. Надеюсь, что вы сейчас спокойно заснете. С хорошим настроением. С осознанием того, что вы в этом мире не одиноки. Если что, пишите. Обязательно отвечу. Всем спокойной ночи. И пока.